что такое молитва молитва это обращение нашего сердца к богу если это так то вся наша жизнь должна быть молитвой то есть обращением наших сердец к богу но так как в повседневной жизни это не всегда бывает так просто необходимо сначала начать с определения конкретного времени для молитвы тогда мы можем собрать наши мысли и обратить к богу наше сердце есть три формы молитвы все они имеют свое место в нашей духовной жизни во-первых у нас есть устная молитва несмотря на то что бог знает наши сердца и глубочайшие мысли устная молитва соответствует нашей человеческой природе именно поэтому она является одной из основных форм молитвы кроме того она помогает в общинной молитве помогает другим подключиться к молитве во вторых есть созерцательная молитва в этой молитве мы созерцаем образы или тексты например фрагмент священного писания посредством медитации они проникают в нас и могут формировать наши мысли и нашу жизнь самой известной созерцательной молитвой в католической церкви является розарий каждом десятке розария мы размышляем над конкретным событием жизни иисуса мы надеемся что таким образом эти события проникнут в нашу душу и будут формировать нашу жизнь по образцу жизни иисуса таким образом розарий может принести много плодов нашей жизни когда например я медитирую над рождением иисуса в вифлеемском хлеву я вижу истинное совершенное смирение скромность и простоту плодом этой молитвы может быть то что моя жизнь начнет меняться посредством этих добродетелей поэтому розарий является большим подспорьем в нашей духовной жизни в третьих существует также внутренняя молитва которую мы называем молитвой сердца в этой молитве наше сердце пребывает в божьем присутствии испытывая глубокий мир таковы три формы молитвы молитвы можно разделить не только по их форме но и по намерениям существует например молитва благословения которой мы просим у бога его силы и благословения для нас и других людей существует также поклонение во время поклонения мы изумленно взираем на великолепие всемогущество и бога естественным положением во время поклонения является колено преклонение так мы выражаем простую истину бог велик а я незначителен особой формой поклонения является евхаристическое поклонение мы поклоняемся в таинстве евхаристии христу присутствующему под видом хлеба и вина вне святой мессы мы поклоняемся телу христову которое помещено в дароносице существует также просительная молитва в ней мы представляем богу наши желания бог конечно знает желания наших сердец без вопросов но в молитве мы открываем бога как источник всякого блага эта молитва приводит нас к иному виду молитве благодарения в этой молитве я могу почувствовать себя по-настоящему свободным посредством благодарения я открываю что я не тот кому все принадлежит а тот кто получил невероятно много осознание этого делает меня не только благодарным но и очень счастливым ходатайственная молитва особенный вид просительной молитвы в этом случае мы молимся богу ходатайствуя за другого человека это показывает солидарность всей человеческой семьи а также является примером служение другим который нам оставил христос наконец еще одна форма молитвы хвалебная мы хвалим бога ради него самого не потому что он сделал что-то для нас но потому что он есть так мы присоединяемся к хору ангелов и святых достаточно о видах молитвы о молитве можно говорить еще много но вместо того чтобы говорить о боге лучше поговорить с богом это и есть молитва а